13 тысяч врачей. Медицинский десант Ставрополья вооружен и готов к борьбе с угрозами. 2020 год тому в подтверждение. С начала пандемии наши медики спасли от коронавируса без малого 20 тысяч земляков. Но ведь не прекращалась при этом и борьба с другими недугами. Оборонительные крепости системы здравоохранения нашего края традиционно располагаются в крупных городах. Переоснащение больницы, поликлиник в центрах крупных агломераций долгие годы было в приоритете. Но все изменилось в 2012-м, когда в стране заработала программа «Земский врач». Сегодня мы отправимся в село Просковея, что в Буденновском районе, чтобы увидеть и показать вам, какие результаты на практике дала программа за 8 лет работы. Ну что, поехали? Ну, для вас, наверное, будет все-таки интересна установка вот этих... Этрограмм. Каждая женщина злее черта. Ого! Действительно в универе преподавали? Никакие города, ни Москва, ни Питер, ну, не привлекают меня. Широко открываем, да? И издавать звуки никакие не надо. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте, Ростислав. Добро пожаловать к нам в амбулаторию. Предлагаю пойти посмотреть нашу работу. Да, пойдемте. Пойдемте, конечно. Расскажите, а сколько вообще кабинетов? Что тут лечат? У нас лечат все. Мы есть врачи-терапевты. Ирина Анатольевна, а сколько врачей и сколько пациентов здесь могут лечиться одновременно? 15 человек из персонала врачей, плюс пропускная способность пациентов в день от 300 до 600 человек. 600 пациентов ежедневно, чем обычно. Да, да. Оснащенность больницы позволяет такой объем пациентов пропускать? Конечно, позволяет. У нас трехэтажное здание, ездивной стационар, где люди лечатся. Плюс терапевтическая зона, педиатрическая зона, зона диагностики ультразвуковой, плюс томатология. Но все вышеперечисленное достоянием Просковея стало лишь 10 лет назад. На первых порах здесь принимали лишь 150 человек в день. Спустя два года кабинеты амбулатории заселили первые земские врачи. Благодаря им еще больше селян потеряли привычку ездить в Буденовск за медпомощью. И к 2016-му дефицит кадров узких специальностей был вообще закрыт. В том числе и усилиями Инны Колгановой. Ну а преодолеть путь от журналиста до, ну хотя бы, медицинского брата у меня сегодня вряд ли получится. Ростислав, это не банки, которые ставятся. Потому что в руках дилетанта, в моих руках, даже этот простейший, кажется, аппарат, больше похожий на игровую приставку из эпохи нулевых, может нарушить главный врачебный постулат. Не навреди. Поэтому наблюдаем. Ну, для вас, наверное, будет все-таки интересна установка вот этих... Этрограмм. Установка на конечности руки-ноги. Ну, как нас учили в академии, чтобы мы запомнили, куда их ставить. Начинаем с правой руки. Каждая женщина. А вот эти два электрода ставятся на ноги. Злее черта. Как еще раз? Каждая женщина. Злее черта. Ого. Действительно в универе преподавали? Да. Это чтобы студенты запомнили. Каждая женщина. Злее черта. Основы кардиологии в эфире программы «Я не местный». Ну, а с чего ваш путь как земского доктора начинался? И как давно это было? Это было в 2016 году. Я сюда приехала из Санкт-Петербурга в гости к родителям на лето. И находясь именно здесь, я узнала, что вообще существует такая программа. Решила попробовать. Ну, и, как видите, все получилось. Секундочку. Вы петербурженка? Я сама отсюда, но 12 лет прожила в Петербурге. И приехали в село Просковей, с северной столицы. Да. Ровно один вопрос. Зачем? Зачем? Ну, как зачем? Во-первых, это равноценно приобретение огромнейшего опыта трудового, профессионального. Естественно, люди здесь очень благодарны. Особенно, когда помогаешь. Люди это ценят, чувствуют. И от этого, естественно, сама радостно преодолела путь от врача-кардиолога до заведующих врачебной амбулаторией, врача-кардиолога. Это село исторически живет от добра. Менталитет диктуется особенностями региона. А что это за особенность? Тут уж точно подсказки не нужны. Просковея – это такая летняя резиденция бога Диониса. Здесь высшая концентрация виноградников и виноделин на всем Ставрополье. Лозы окутали Прикумье еще в 1920 году усилиями дворянского рода Ребровых. Федор Афанасьевич и его сын Алексей не испугались ни засушливости здешних мест, ни отсутствия какой-либо инфраструктуры и сделали Просковею центром виноделия Кавказа. Уже на тот момент, в 19 веке, здесь росли больше 40 сортов винограда. Приемники дворянское наследие сохранить сумели, несмотря на смутные времена той же эпохи нулевых. И, как мы понимаем, со вкусом у жителей Просковеи все в порядке, а именно поэтому и специалист-гастроэнтеролог здесь тоже необходим. К нему мы в гости сейчас и сходим. Здравствуйте! И пускай вас не смущает отсутствие таблички «гастроэнтеролог», все объяснимо. Просто не успели изготовить. Ведь специалиста по болезням пищеварения в Просковее не было. Никогда. Вот лишь две недели назад приехал. Зовут ее Виктория Якименко. Да, гастроэнтерологической помощи именно для сельчан как бы не было. Вот сейчас ко мне приезжают пациенты из различных сел Буденновского района, точнее из всех, потому что гастроэнтеролог один. Объем работы не пугает? Вот все эти работы, все села Буденновского района Просковеевы гастроэнтерологи? Нет, я работала в городах-миллионниках, поэтому обохват тоже был большой. Я также, например, в городе Королеве Московской области работала. Там первое время, первые пять месяцев я работала одна. Я бы не сказала, что такая разница есть. Вот как бы все обследования, все это здесь есть. Если каких-то методов обследования инструментальных здесь нет, то мы направляем в город Буденновск, они спокойно там проходят. И молодой специалист по имени Виктория своим примером лучше всего иллюстрирует моральную сторону программы «Земский врач». Никакие города, ни Москва, ни Питер не привлекают меня, например, даже если смотреть со стороны финансов. То есть мне удобно здесь жить, мне нравится климат, и семья рядом, все рядом. Вот, и как бы все. Еще и полтора миллиона придает? Еще и плюс полтора миллиона, естественно, это, конечно же, помощь государству. Это очень хорошо. Если в кабинете кардиолога и гастроэнтеролога попробовать себя в качестве врача проблематично, там оборудование достаточно сложное и нужны определенные знания, то вот в кабинете стоматолога уж точно можно поэкспериментировать с профессиональными навыками. Итак, самая страшная штука из любого детства. Вы сейчас просто по звуку поймете, что это такое. И как часто этой штуковиной в день приходится вам работать? Очень часто, но это совсем не страшная штуковина, как вам кажется. Совсем обычная. Наконечник и бор. Ничего страшного. Да, конечно, я вспоминаю каждую свою пломбу. Вообще, стоматолог населия сегодня, Лена Геннадьевна, чем занимается, как много работы у него? Работы много, прием ведется в полную смену, лечим, удаляем. Ростислав, а вы вообще когда были последний раз у стоматолога? Честно? Да. Два года назад я был у стоматолога. Ой-ой-ой, это очень большой срок. Раз в полгода надо ходить на осмотр стоматолога. Прошу вас, присядьте. Серьезно? Да. Бесплатный осмотр стоматолога? Да я об этом мечтал давно. Так. Ой-ой-ой. Осмотр совсем не страшен. Вам всего лишь надо открыть и тут. Открываем. Язык нам не нужен. Широко открываем рот. И издавать звуки никакие не надо. Так, пошире. Все отлично. Но ходите раз в полгода, чтобы не запускать в дальнейшем. И вовремя лечить зубы. Елена Григорьевна, мы с вашими коллегами, земскими докторами, сегодня поговорили. У каждого своя мотивация, чтобы приехать сюда. Но у вас она сохранилась на то, чтобы здесь еще и остаться. Так в чем же она заключается, ваша мотивация? Хорошее село, отличная амбулатория. Как видите, кабинет оснащен очень хорошо. От города ничем не отличаются. Установки новые. И все, в принципе, хватает у нас. Поэтому и в первую очередь мотивация была, что много пациентов, без работы не сидим. Очень близко до работы. Поэтому мой приоритет был остаться здесь в селе, отработать свои деньги. Ну и также продолжать работать. Вот в вашем случае тот самый заветный миллион, который получает земский доктор. Он помог обосноваться, действительно окопаться и свое что-то, заиметь квартиру, дом, жилье. Мы вложились в строительство нового дома. Ну, нам очень помогла эта программа. Как бы остаться, обосноваться здесь. Ну, а жилье, естественно, сейчас является главной целью любых молодых специалистов. Поэтому для нас очень программа хорошая помогла. Для молодых специалистов, кто хочет работать, здесь очень хорошо можно получить практику. Здесь пациентов всегда много. И оборудование очень хорошее. То есть, как раньше, может быть, у некоторых осталось в памяти, что старой установки нет. Сейчас и по программам все кабинеты хорошо оснащают, и даже в селе. Но даже самое современное оборудование в самом отремонтированном здании без личной инициативы и энергичности. Я говорю, конечно, про наших героинь, и всю врачебную рать были бы бесполезны. Кто-то скажет, да с миллионом рублей каждый в село поедет. Нет, не каждый. Не у каждого хватит силы сделать тот самый первый шаг и выкинуть из головы стереотипы про село, сельскую медицину и прочее. У наших героинь сил хватило. И их пример нам в урок. Редактор субтитров А.Семкин